Действующие лица Действующие лица Действующие лица Действующие лица Это хорошо. Мы когда с вами встречались примерно год назад, накануне первого форума, говорили о том, что форум это некая определенная черта в уровне развития общественной палаты города Краснодара, которая на тот момент была... Скорее развитие общества и тех же общественных организаций и объединений, и их влияния, потому что общественная палата всего лишь концентрирует то, что там работа идет внизу, в самих общественных объединениях. Но тогда я все-таки, если позволите, вернусь именно к общественной палате. Так вот, когда мы говорили, да, это была определенная черта в той работе достаточно молодого органа, как общественная палата города Краснодара. Сейчас прошел еще год, теперь уже будет второй форум. Вес набирает общественная палата? Насколько сейчас общественная палата города Краснодара может влиять на процессы, которые происходят в городе? Ну, как раз реализация многих положений резолюции первого форума показывает, что влияние имеется. Влияние имеется, причем, я хочу сказать, не только даже на городские власти. Но нам порой удается ставить какие-то вопросы и перед краевыми, и федеральными властями, и так или иначе на эти вопросы реагируют. По крайней мере, начинается движение и поиск решения тех или иных острых, злободневных проблем в обществе, которые концентрированно выявляются именно на уровне общественной палаты. Тогда мы же говорим с вами, что да, в государстве, и на мой взгляд это очень хорошо, во многих структурах есть вот такая четкая вертикаль. В исполнительной власти, в законодательной власти, в том числе и в общественной жизни. Мы говорим, есть общественная палата Российской Федерации, есть общественная палата Краснодарского края, есть общественная палата города Краснодара. Опять же, прошло время. Если честно, у нас нет вертикали. То есть, есть общественная палата, есть системы общественных палат, есть краевая общественная палата, которая, в общем-то, благодаря инициативе, в том числе ее председателя, Любовь Попова, была инициатором создания и городской палаты общественной. Но мы напрямую не подчиняемся, не краевой, а вертикаль предполагает управленческое подчинение. У нас нет, у нас более как бы дружеские и коллегиальные отношения. То есть, они предлагают нам какие-то темы, мы участвуем в краевых мероприятиях, мы в свою очередь делаем какие-то проекты, которые потом становятся интересны, как на краевом уровне, там и на федеральном уровне. Например, мы запустили дискуссионный клуб, он оказался чуть ли не уникальный по всей стране, то есть, такого опыта почти ни у кого нет, и к этому опыту прислушиваются даже на федеральном уровне. Почему не сделать это как пилотный проект и дальше распространять по другим регионам? То есть, вот какие-то вещи, безусловно, мы в тесном контакте взаимодействуем, но там нет вертикали. Я когда говорил о вертикали, я не говорил о подчинении, я имел в виду прохождение каких-то вопросов, прохождение каких-то инициатив, потому что я прекрасно понимаю, живя здесь, в городе, и решая городские проблемы, нельзя не опираться на край, нельзя не опираться на федерацию, потому что все очень взаимосвязано в нашей жизни, и город Краснодар не обособленная какая-то единица. Конечно, целый ряд проблем, которые возникают в Краснодаре, они имеют решение как раз не на городском уровне, а на краевом или даже на федеральном уровне, там, как мусорные дела, там, как... Тот же мост? Мосты это вообще отдельная больная тема, потому что, безусловно, даже средствами краевого бюджета невозможно решить такие масштабные проекты. Это только привлечение федеральных средств и, значит, договоренность на самом высшем уровне. Тогда, если позволите, я опять вернусь к форуму, уже второму, я помню, была какая-то определенная такая настороженность перед первым форумом год назад со стороны общественных организаций, потому что, ну да, что-то новое, да, там, не очень понятное, зачем собирают, куда собирают, какие вопросы будем решать. Сейчас есть такая проблема? Сейчас есть вот эта настороженность? Или, скажем так, ну, приходится кому-то отказывать? Я могу сказать только о своих ощущениях. Мне кажется, что сейчас уже настороженности нет, а наоборот, есть стремление попасть. И тут тоже будут проблемы, потому что количество посадочных мест там в зале, естественно, ограничено. Мы ставим принцип, что первично, конечно, представители общественных организаций, но от каждой общественной организации мы бы хотели видеть по одному представителю, чтобы получить как можно более широкий спектр. Да, все, кто работает общественной организацией, все, конечно, получат возможность направить своего представителя туда. Ну, будут представители там общественной палаты края, будут представители депутатского корпуса, руководство города, безусловно, журналисты, какой-то актив города, даже если он не структурирован по общественным организациям и объединениям. На площадках наших, то есть там будут работать пять дискуссионных площадок, и на этих площадках будет свободный вход, там может побывать любой горожанин, там больше количества посадочных мест, и мы готовы там допустить любого, кому интересна та или иная тема на этой площадке. Вот я буду модератором на площадке гражданское общество, мы будем говорить о проблемах роста города Краснодара, о том, с какими проблемами наш город может столкнуться в связи с бурным приростом его населения, мы знаем с 800 тысяч где-то до, по разным оценкам, до полутора миллионов, а в ближайшее время этот рост будет продолжаться. Ну тогда, если позволите, вот там о работе, да, ну в частности, в вашей площадке мы поговорим во второй части программы, да, а пока я опять же вернусь к общей тематике этого форума, есть какой-то вектор, который уже задан в самом начале, есть, ну вот какое-то направление работы, мы сейчас понимаем, о чем будет основной разговор на форуме? Абсолютно верно. Сквозная тема этого форума «Путь Краснодара к умному городу». То есть вот Smart City, если вы знаете, это целый комплекс, это даже не одна программа. Да, да, я думаю, что даже наши зрители там, они тоже в какой-то мере в курсе, что это такое, и фактически под этой темой мы хотим поговорить о ближайшем будущем Краснодара. Нас интересуют не только там технические проблемы, да, светофоры и табло на остановке поставили. Нас интересует, как человек будет подстраиваться под эту систему, как общественные организации могут быть там инициаторами каких-то проектов в рамках этого же умного города, как будет выстроена обратная связь, чтобы население имело возможность сигнализировать вовремя там власти о тех или иных там проблемах или недостатках или о необходимости тех или иных решений. Вот об этом, мне кажется, есть смысл более подробно поговорить на форуме. Тогда вот смотрите, за последние несколько лет, ну давайте возьмем, ну я не знаю, то, что на слуху, программу по благоустройству зеленых территорий в городе Краснодаре, да, программа федеральная, но она была так заточена, так сделана, да, что каждый житель города Краснодара так или иначе мог на нее, а, повлиять, он должен был, ну или там, по крайней мере, ему предлагалось проголосовать за ту или иную территорию, которую вначале будем делать, какую попозже. Активность, мне кажется, горожан с рядом проектов возросла. В таких условиях легче работать, интереснее или сложнее? В таких условиях власти работать сложнее, безусловно. В условиях, когда общество влияет и оказывает там то или иное воздействие, власти работать сложнее, но тут и интереснее, потому что ты, оказывается, не в безвоздушном пространстве, не сам принимаешь решения, а вынужден смотреть о том, как реагирует население на твои там проекты, предложения и начинания. И вот именно на этом аспекте мы бы хотели на нашем форуме, ну, как бы сосредоточить внимание, именно взаимодействие общества и власти в рамках реализации проектов ближайшего будущего города Краснодара. Ну, грубо говоря, будущее наступит в любом случае, хотим мы или не хотим, прогресс придет так или иначе. Но мы можем вместе строить это будущее, да, с участием широкой общественности, населения, а можем делать, отвернуться это, делать так, как нам кажется. Вот нам представляется, что перспективный путь это вместе строить это будущее, вместе там реализовать проекты. И в городе Краснодаре уже многое для этого делается. Вот вы сами назвали даже голосование по зеленым зонам, но мы хотим, чтобы это стало не разовой акцией и не только по зеленым зонам, а чтобы население принимало участие практически во всем. И имело возможность определять в том числе структуры многих программ, которые реализуются по благоустройству в Краснодаре. Мы продолжаем программу, еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим об общественной жизни города, мы сегодня говорим о том, что в городе Краснодаре в ближайшее время пройдет второй уже форум общественных объединений, общественных организаций. Кстати, Игорь Павлович, мы с вами говорим, что в ближайшее время, когда все это будет, где это все будет? Это будет 14 ноября, начиная с 10 утра, деловой центр «Меркурий» на трамвайной, известное место, там же проводился и первый форум. И мы приглашаем всех представителей общественных организаций подавать заявки на участие в этом мероприятии. Вы говорите, что будет, теперь уже непосредственно к форуму, вы говорите, что будет работать 5, я правильно помню, 5 секций. Да, пленарное заседание и дальше 5 секций. Это площадки, площадки для дискуссионного разговора. Там будут поставлены острые темы, ну, каждая там, в области бизнеса, в области экологии, в области здравоохранения, в области, вот мы занимаемся, допустим, я буду модератором на площадке «Гражданское общество». Я прошу прощения, сейчас, то есть и модераторами на всех этих площадках будут члены общественного совета города. Члены общественной палаты. В основном председатели профильных комиссий общественной палаты, которые там занимаются этими проблемами более углубленно. Тогда к вашей секции или там к вашей дискуссионной площадке вы говорите, что вы будете обсуждать там вопросы... Проблемы роста. Все-таки это вот, я не хотел говорить слово проблемы, да, я хотел сказать вопросы роста города Краснодара и численности населения. И дальше вопрос, эта проблема... Почему вы боитесь, как слово проблем? Любая какая-то проблема, это там трамплин для дальнейшего подъема. То есть, если она будет правильно разрешена, она дает возможность дальше двигаться вверх, понимаете. Вот мы иногда недооцениваем ту сложность, то есть ситуация, в которой оказывается Краснодар. Не совсем понимаем, почему к нам едут люди. У нас самый простой ответ, ну у нас хороший климат. Извините, у нас хороший климат был все 70 лет советской власти. А бурный прирост населения именно со стороны России, особенно с Дальнего Востока, с Сибири, с Урала, он пошел только последние годы. Почему? Потому что там есть экономические проблемы, серьезные экономические проблемы. А у нас нету? У нас их меньше. Там есть моногорода, которые зависят от одного предприятия, комбинат какой-то или там металлургический завод или прочее. Если они останавливаются, останавливается жизнь в этом населенном пункте. И тогда все активное население, молодое, энергичное, которое в состоянии себе заработать, оно куда-то уезжает. Куда уезжает? Москва, Питер, Краснодар. Вот сейчас точки роста. Вот буквально сегодня я видел этот опрос в ЦИОМ, куда хотят переехать россияне. То, что вы назвали. Питер, Москва, 8% опрошенных. Краснодар. Абсолютно. А это очень много. И судя по тому, что... Опять же, 25-35 лет. Алексей, судя по тому, что правительство сейчас анонсировало, что оно программу поддержки моногородов Сибири, Урала и Дальнего Востока сворачивает, то процесс этот будет продолжаться. И будет нарастать. У нас сейчас уже где-то с 800 тысяч выросло до полутора миллионов по разным оценкам. А надо ожидать, что в ближайшие 2-3 года нас станет вообще 2 миллиона. А это означает, что недавних приезжих станет больше, чем тех, кого мы называем коренными жителями. Тогда, подождите, тогда вот здесь другой момент, если мы говорим, если я вернусь, да, к работе общественной палаты и вообще к общественным инициативам. А вот эти люди, которые приезжают, их, а, можно или, скажем так, б, нужно ли втягивать в общественные процессы, которые происходят в городе? Они уже втягиваются в общественные процессы. Дело в том, что это приезжают достаточно активные и в том числе политические, общественно продвинутые люди. То есть они приезжают из достаточно, ну, серьезных регионов. Это не сельское население, это в основном городское население. Мы, кстати, на своей площадке первое, с чего начнем разговор, это социология. У нас есть хорошее социологическое исследование, кто же к нам едет, с какими проблемами там сталкиваются эти люди, как их воспринимают местные и как они воспринимают местные. Мы хотим с этого поговорить, что за люди там в последнее время. Кто к нам приехал. Да, кто к нам приехал, первая проблема. Вторая, это люди активные. И закрыть рот им не удастся. С этими людьми надо считаться, и надо считаться с тем, что эти люди там достаточно высоко себя оцениваны, образованы. Они готовы только к серьезному разговору. И они готовы уже к общественно-политической жизни. Они готовы, многие из них готовы лидеры, многие из них там приезжают с какими-то инициативами. Они там были, они на последнем месте. Они здесь хотят самореализации. И делать, закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит, качественных изменений там в народораселении города Краснодара, это путь в никуда. А правильный путь, это понимать, с чем мы столкнемся в ближайшие годы, в том числе и с большей возрастающей активностью общественной политической населения. И о том, как этих людей грамотно потенциал использовать. Как их инициативу направить в конструктивный рост. А тогда вы не боитесь, или ваши коллеги не боитесь, что вот такой разговор, он может привести к тому, что у нас город, у нас наше городское общество разделится на наших и не наших. На тех, кто, казалось бы, здесь родился и тех, кто понаехал. Пример Москвы. Вот там ведь сейчас этот конфликт, он, мне кажется, нарастает. Ну, объективные конфликты, они возникают вне зависимости от того, боимся мы, не боимся говорить, говорим мы о них или нет. То есть, если в обществе есть такое, и, кстати, по социологии мы будем говорить о том, о вот этой разнице условных кубаноидов и условных понаехов. Да, хотя на самом деле и кубаноиды, когда начинаешь разбираться, то есть не все родились в Краснодаре, некоторые там в близлежащих станицах или как каким-то образом оказались в Краснодаре. Там тоже все условно. Кстати, вам будет любопытно, что наибольшее отрицание вот этих новых приезжих как раз со стороны людей, которые сами лет 10-15 назад с каких-то близлежащих станиц приехали в Краснодар. Не от коренных краснодарцев, не от коренных горожан. Но, тем не менее, вот такой вот социологический феномен. Но мы же говорим не о том, что это плохие люди. Это, наоборот, огромное преимущество города Краснодара, что к нам едут люди, причем люди в самом дееспособном возрасте. Едет молодежь учащаяся, едут люди там от 30 до 40 лет. То есть это самый цветущий возраст, когда люди хотят заработать себе там и на будущее, в том числе, и на своих детей, и на все прочее. Едут даже люди с деньгами. Есть категория людей, которые там сворачивают свой бизнес, сюда приезжают, разворачивают какое-то новое предприятие. Не знаю, заметили ли вы, но в последнее время Краснодар стал действительно похож на европейский город. Появилось много каких-то новых там проектов, стендапов, которые там, ну вот в любом европейском современном городе вы можете увидеть. Какие-то кофейни, какие-то там прокаты самокатов, велосипедов прямо на улице. То есть это вот сближение Краснодара, уход от местечковости определенной нашей там собобычности, станичности. Да, ну я не сказал этого слова, это вы его сказали. Уход от Краснодара как большой станицы, а переход его к нормальному европейскому городу. Не винируются некоторые особенности Краснодара, потому что вот те, кого вы назвали панаехами, они... Не-не-не-не, мы оба это сказали. Хорошо, вот те, ну, новые горожане, это будет более такой, знаете, верный термин. Вот новые горожане, они привозят с собой опыт из разных регионов. И этот опыт очень часто оказывается положительным, потому что они подмечают где-то хорошее, что было там, и говорят, давайте здесь сделаем это хорошее. И вот это не учитывать нельзя, вот этим надо пользоваться, что у людей уже есть определенный опыт достижений в каких-то там местах, в каких-то регионах, в каких-то отраслях. И они готовы этим опытом положительным с нами поделиться. Тогда, если позволите, еще немного разверну наш с вами разговор в том отношении, что если мы говорим о приросте, если мы говорим о развитии, если мы говорим о том, что, как вы сказали, да, через пару лет нас будет уже 2 миллиона, город будет расти. Ну, через 2-3 года, я условно. Да, то есть город, значит, будет расти, значит, город будет, как бы это правильно сказать, в хорошем значении этого слова поглощать соседние территории. Тот же Динской район, тот же Адыгию, это вообще другой субъект Российской Федерации, да, там, я не знаю, Горячий ключ или, там, я не знаю, Северский район, да. Об этом вы будете говорить на своей площадке? Алексей, мы будем говорить о многом, но, понимаете, я бы сейчас не стал сосредотачиваться только на том позитивном, что несет с собой приток новых горожан. А говорить и о проблемах, ведь новые горожане, это давление на городскую инфраструктуру, это давление на рынок... Тот же мусор, дороги и так далее, да? Да, 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 все прочее. Поликлиники, детские сады, школы, которые строят и которых все равно не хватает. Это давление на рынок труда, потому что люди, потеряв работу, там, продав квартиры там, приезжая сюда, они порой готовы, там, на минимальную заработную плату устраиваться. И тем самым они обваливают между нами, говоря, в том числе и уровень заработной платы в регионе, что тоже не очень хорошо, в том числе и для местных, и для всех нехорошо. И целый ряд других проблем, которые так или иначе с этим связаны. Мы должны их видеть, мы должны их понимать, мы должны думать, как с этими проблемами там выходить из положения, как использовать активности, лучшие стороны тех людей, которые к нам приходят. И еще одним из вопросов у нас все-таки воспитание городского патриотизма у новых горожан. То есть мы должны им прививать какие-то там наши культурные ценности. Мы должны говорить о том, об славной истории нашей города. О 120 национальностях. О 120 национальностях, о терпимости, о толерантности, которая сложилась там традиционно в наших городах. И о многих других вещах. Да, это, с моей точки зрения, очень хороший пласт сейчас к нам приезжает. Это русские люди, это активные люди, это молодые во многом люди, да. Но тем не менее, они должны заболеть городом Краснодара. Они должны воспринимать теперь себя уже как краснодарцев и стать патриотами нашего города. Без этого будет сложно и им, и нам. К сожалению, да, рамки нашей программы имеют определенные ограничения. Но в любом случае, мы начали этот разговор. Если кто-то захочет его продолжить, он сможет это сделать на форуме. Я только забрасываю тему. А само обсуждение этой темы будет как раз на нашей дискуссионной площадке. Спасибо большое, Игорь Павлович, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили об общественной жизни города Краснодара. Мы сегодня говорили о форуме, который будет 14 ноября. Гостем нашей сегодняшней программы был заместитель председателя общественной палаты города Краснодара Игорь Каламинцев. Еще раз большое спасибо. Спасибо вам. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.